Всем привет! В эфире программа Дети Большого Толка и этот выпуск самый-самый. Мы расскажем вам о самых высоких деревьях, самых маленьких рыбках, самых опасных вирусах и многом другом неожиданным и захватывающим. Все для вас наши самые-самые лучшие зрители. Самый крупный наземный хищник это белый медведь. Висит тонну тысячу килограммов, его высота до трех метров. Белый медведь очень выносливый, он способен проплыть до ста километров без остановки. А еще у белых медведей черная кожа и перепонки на лапах. Они являются символом Арктики. Самая плодовитая в мире рыба это рыбалуна. Она может откладывать до 300 миллионов икринок за раз. И удивительна она, кстати, не только этим. Рыбалуна круглая, сплющенная с боков. Она достигает до трех метров в длину и до двух том веса. А еще у рыбалуны нет чешуи и она плавает на боку. Если же задаться вопросом, у кого на земле самые большие зубы, то здесь рекордсменом является нарвал. Его бивень достигает трех метров. Кто такой нарвал? Это морской единорог семейства дельфиновых. Нарвал один из самых редких и малоизученных обитателей Российской Арктики, житель Ледовитого океана. Самое быстрорастущее растение на земле. Это бамбук. Некоторые его виды могут расти со скоростью до 90 сантиметров в день. Бамбук – это самое высокое травянистое растение, которое может достигать больше 40 метров в высоту. Это выше, чем большинство деревьев. А еще бамбук на растяжение прочнее, чем сталь. Россия – самая большая страна в мире. Она граничит с 18 государствами и лежит сразу в 11-часовых поясах. Россия занимает первое место в мире по запасам питьевой воды, лесных ресурсов и по протяженности железных дорог. По разведанным запасам природного газа, каменного угля и торфа. Именно здесь находятся озеро Байкал и Каспийское море. Живут белые медведи и нарвалы. Россия – самая холодная страна в мире, но такая красивая и разнообразная. Знаете ли вы, что самым высоким, самым большим и самым старым деревьем в мире даны имена? Например, самое старое дерево в мире или лучше, скажем, долго растущее носит имя Мафусаил. Его возраст составляет 4855 лет. Это хвойное дерево – секвойя. А названа она в честь старейшего человека, упомянутого в Библии. Кстати, самым высоким деревом на Земле тоже является секвой. Зовут это дерево гиперион. Его рост достигает почти 116 метров. Это сравнимо с 38-этажным небоскребом. При этом гиперион не только самое высокое дерево, но одно из самых больших живых существ на Земле. Сейчас мы расскажем о существе, которое может научить вас не торопиться. Это ленивец – самое медленное существо на Земле. Казалось бы, что здесь удивительного? Про ленивца мы и так догадывались, что он медленный. Но вот сейчас постараемся вас удивить. Лень – это система обороны ленивцев. Да, его лень – это, как говорится, не баг, а фича. Природа наградила ленивцев поистине гениальной защитой от хищников. Очень-очень медленными движениями. Пока пумы обращают внимание на быструю добычу, ленивцы зачастую остаются невредимыми, потому что невидимы для нее. Пчелы – самые важные опылители на Земле. Без них не будет ни овощей, ни ягод, ни фруктов. И даже джинсы исчезут, потому что они сделаны из хлопка. Не будет ни цветов, ни меда. Поэтому порадуемся, что большое разнообразие продуктов на планете существует благодаря этим маленьким полезным насекомым. Самое глубокое место на Земле – Марианская впадина. Ее глубина составляет 11034 метра. Если поместить на дно Марианской впадины самую высокую гору Эверест, то она бы не достигла поверхности воды на 2191 метров. Самый сильный хищник – это тигр. Он способен тащить зубами жертву. Пять раз крупнее себя. Самый большой вид тигров на Земле – Амурский. Его вес достигает до 700 килограммов. При этом, несмотря на это, тигр остается гибким и подвижным. Он отлично лазает по деревьям и прыгает. Самые высокие животные на Земле – это, конечно, жирафы. Это факт. Никуда не денешься. Хоть его и все знают. А вот сейчас я попробую удивить вас и рассказать то, о чем вы не знали. Жирафы не имеют голосовых связок. Они общаются друг с другом с помощью инфразвука, который люди не могут слышать. Самая высокая гора на Земле – Эверест. И именно то, что это высочайшая точка на планете, так манит альпинистов покорить ее. На Эверест понялись более 4,5 тысяч человек. Восхождение на Эверест – это очень опасное и сложное мероприятие. Температура на вершине достигает минус 60 градусов. Кроме того, там почти нет кислорода. И альпинистам необходимо использовать кислородные баллоны. Кошки тоже самые-самые. Это самые популярные домашние животные в мире. На Земле живет более 600 миллионов кошек. И с каждой минутой это число растет. Несмотря на то, что кошек так много, каждая нуждается в любви и заботе человека. Дождевые черви – самые распространенные, бесподвоночные на Земле. Они очень важны. Это инженеры-экосистемы. Они невидимые помощники человека. Дождевые черви увеличивают плодородие почвы и способствуют росту растений. Апельсин – самый сладкий цикл в своих фруктах. В нем содержится суточная доза витамина С. А еще это символ солнца, тепла и радости. Самый популярный фрукт во всем мире. А вы любите апельсины? Панды мастерят фонтанного сна. В отличие от многих животных, у них нет ни уютных гнезд, ни мягких кроватей. Поэтому они засыпают там, где оказались в момент усталости. И если сон сморил их в тот момент, когда они залезали на дерево, ну что ж, так тому и быть. Наша программа «Дети большого толка» преподносит научные факты интересно. Чтобы вы тоже полюбили науку. Ведь она поможет вам в учебе и в выборе профессии. Если вам вы интересуетесь естественными науками, вы можете выбрать карьеру в области медицины, инженерии, технологий или других наукоемких областях. Вы будете лучше понимать, как работает мир и сможете принимать более обоснованные решения. Вы знаете, что любование цветами может уменьшить боль. И если людей просят нарисовать что-нибудь красивое, то чаще всего они вспоминают именно о цветах. Почему так происходит? Март знаменует собой начало весны, а тюльпаны – одни из первых цветов, которые распускаются после долгой зимы. Тюльпаны радуют глаз своим богатым спектром красок – от нежных розовых и белых до насыщенных красных, желтых и фиолетовых оттенков. Оказывается, что тюльпаны можно ставить не только в воду, но еще и в снег. И это не только не повредит цветам, а поможет им дольше прожить. Почему? Тюльпаны могут выдержать температуру до минус 10 градусов, а холод замедляет процесс распускания цветов. А вы знали, что тюльпаны перед тем, как попасть на витрину, хранятся в плотной упаковке, на сухой срез, да еще и в темноте? Почему в темноте? Потому что так замедляется процесс фотосинтеза и бутоны распускаются медленнее. А сухой срез замедляет испарение воды у стебля и у тюльпанов продолжается жизнь. Представляете, тюльпан продолжает развиваться и расти, даже когда уже находится в букете. Это происходит потому, что в стебле тюльпана содержится много воды. И даже после того, как срезали тюльпан, вода продолжает поступать к бутону, а тюльпан продолжает развиваться и расти. Продолжаем телекнигу рекордов. Африканский страус является самой крупной птицей на планете. Он может достигать 270 сантиметров в высоту. Это почти 3 метра. А весит эта птичка 150 килограммов, как 5 первоклассников. Неудивительно, что в переводе с латыни научное название этой птицы воробей-верблюд. Кто на свете самый зубастый? В голову сразу приходит акула. Ну как это неудивительно, на первом месте в мире стоят улитки. Да, именно они самые зубастые существа на планете. Зубчики на их языке очень острые и похожи на клыки. Они образуют ровные ряды. Количество рядов различается в зависимости от вида и может доходить до 135. В каждом ряду может быть до 100 зубов. Соответственно, количество зубов может доходить до 15 тысяч. Знаете, кто самый чистоплотный насекометр? Думаете, муха? Потому что она постоянно трет свои лапки? Да, муха умывается до 100 раз в минуту. Но чемпионы по чистоплотности – это муравьи. Они постоянно облизывают себя, как кошки. При этом их слюна антибактериальна. А еще в муравейниках есть специальные комнаты для отходов, а для их переработки существуют муравьи-мусорщики. Слышали слово «сапсан»? Это высокоскоростной поезд, а назван он в честь самой быстрой птицы в мире. Сапсан – это крупный сокол, широко распространенный на Земле. Эта птица способна развивать скорость до 390 км в час в пикирующей полете. Невероятно звучит, правда? В номинации самое живучее растение побеждает села Генелла или воскрешающий мох. Это растение живет в пустынях Мексики и может прожить без воды до 100 лет. Думаете, это кактус? Вовсе нет. Это лесовидное растение. Как же оно приспособилось к пустыне? На самом деле слово «воскрешающий» в его названии не случайно. Растение может выдерживать температуру до 60 градусов и на жаре высыхать на 95% своей массы. Когда наступает засуха, воскрешающий мох сворачивается в шар, а его листья опадают. Он впадает в спячку и катается по пустыне, а во время дождя разворачивается, дает корни и снова живет. Самое большое озеро в мире находится в России. Это Каспийское море, название которого намекает нам на прошлое данного водоема. Около 11 миллионов лет назад Каспий впадал в океан и действительно являлся морем. Каспийское море – это массивное соленое озеро, размеры которого равны Японии. Кстати, самое большое пресное озеро на Земле тоже в России, рядом с нами, в Сибири. Это озеро Байкал. Оно содержит 20% всей пресной воды на поверхности Земли. Причем вода эта настолько чистая, что зимой сквозь толщу метрового льда можно увидеть подводных обитателей озера. Смотрите, какой красавец – снежный барс или ирбис. Он побеждает сразу в нескольких категориях. Это самый высокогорный хищник. А еще оплотились с самого длинного хвоста среди зверей семейства кошачьих. Его длина до 100 сантиметров – метровый хвост. Он помогает барсу балансировать на скалах. Ну и конечно, среди самых-самых очень много крыс. Во-первых, потому что это самые многочисленные грузуны на планете Земля. Они же самые адаптивные и обитают во всех уголках мира благодаря своей живучести. Одна крыса способна привести потомство до 12 крысят 6-8 раз в год. А еще они очень сообразительные. Самое крупное млекопитающее – это синий кит. Его длина достигает 30 метров. Вес – 180 тонн. Много ли это? Давайте представим. Его вес равен 30 солонам, а сердце – размером с легковой автомобиль. На сегодня это все. Но наша редакция уже готовит новый выпуск. В нем вы узнаете много интересных фактов из биологии, географии, астрономии. Любите науку, узнавайте новое. Мы вам желаем только отличной погоды и отличных новостей. Увидимся через неделю. До встречи!